Ну вот отстояли паузочку 30-минутную, достояли так скажем Короче достояли мы паузу, что еще остается мне 4.30, вождение И едем по Франции, до места 360 километров, дочку я не вел, пока за водой ходил Пока поговорил с братишкой, с женой поговорил Не было времени, ну ладно На 24-ке простоим и введем все что надо Куда уже будет точнее видно, сколько мне километров до места и что там за место Подъездные пути, аварийные пути, СанЭф называется, паркинг очень хороший Водичка отличная, набрал 6-литровую прозрачную Да, вода не белая и еще канузовый 10-литровый, так что водой я обеспечен Теперь остается только в магазин где-нибудь заскочить по возможности Купить йогуртов, может какой колбаски прикупить Не знаю, сегодня это получится В зависимости где я буду проезжать, может быть какие-то по дороге поселок будет какой-нибудь На выезде часто бывает, что там есть магазинчики нормальные такие, где и припарковаться можно Будем надеяться, что получится Ну а точку поставлю, да, на 24-ке Ехать мне вообще по максимуму я еще могу 4,44 А работать я могу, если бы я могу работать А работать я могу до 10 вечера В Франции в 10 закрывается Ну я надеюсь встать где-нибудь до темна Если учесть, что время сейчас во Франции только пол второго Но вот эта погода, да, дождик пошел То есть постемнеет раньше Так, Жустон мой там нормально Контролирует Жустон, французское имя Ну сейчас идем на этом, блин, какой вечер В сбор На круизнике 91 подержал, наверное, на полминуты Пустился на 90 Блю, вот Сколько у него скорость Поймать не могут его далеко, что ли Не могут определить скорость Синей воды А ближе подъедем, узнаем Я думаю, где-то 80 84 Сейчас он идет с соперяжением Потому что он тоже идет с горы А я к нему приближаюсь На 89 88 У меня Должен, должен поймать Как-то пока не ловит Поля зеленые Ну вот прохладно на улице Семь градусов Ветер поднялся С дождем Как будто Но это не фронт Так что Жарки не будет Ну и хорошо, что жарки не будет Не будет ни холода, ни жарки Посмотрел У меня В правой двери Как-то резинка Блин, фигово закрывается Что ли Посмотрел Какая-то щель Лимит окажется В задней верхней части Странно как-то Может быть, она там как-то вывернута Надо будет ее посмотреть Вчера обратил внимание На это дело Горки, горки, горки Так и не опускается Меньше 30 литров То 30 Было 30,2 Потом стало 30,9 Потом 30,6 Сейчас 30,8 Ну, я думаю Если все в порядке Будет Должна опуститься Меньше 30 У меня вообще-то Честно говоря Не было никакой В жизни Расхода 30 Причем бы я не работал На Дафина На Ивека На Ивека Там, я не помню Там был у меня Показатель расхода Но там как-то Эти голландцы Относятся Наверное Был больше Потому что там Тоже такие Груза были Перегрузы Были конкретно 26 Было Блин Потому что в Хейстер Кампе Например Я сразу сообщал О перегрузах И пока не получал Сообщение Я не ехал А здесь Не, я тоже писал Сообщение Мне говорят Едь Окей Мы оплачиваем Но здесь нормально Здесь на пределе Топливо уже 41% осталось И это было 48% Ну да И как я говорил Посмотрел я Баки 750 литров 750 литров Оба Правая получается У нас как Цистерна Вот Санэф Еще А, это Наверное Просто реклама Санэф Чистая такая Правая Короче Как цистерна Получается Как канистра А слева Расход Вообще Паркинг Тихий Спокойный Я стоял Еще Два Коллеги Один Три Коллеги Еще стояли Один Такие Домики Вез Прицепные Блин Трейлеры Классные Но дорогие Они Наверное Собаки Блин У меня мечта Такой домик Имеется В 92 А 91 Я там вот так шел С горы Блин 90 У меня было 91 Хопа А за мостом Радар стоит Блин Постационарный И так я на 90 И прошел Мимо Радара Но ничего Я так посмотрел Взад Главное Он так смотрел За столбом За пилерсом Моста И щелкнул Брой Хотя говорю Во Франции Есть радары Дискретные 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 Именно так Которые Определяют Грузовик Это Или это Легковая машина Встречаются такие Мне по крайней мере Ни разу Не щелкал Хотя там Когда выезжал Страва Там есть Возле Шелки Радары Там непонятно Кто щелкает Кто не щелкает Меня вроде как щелкает Но штраф мне не пришел Хотя Может Ты пришел Штраф На Хейстер Кам У меня там уже Там не было Да нет Там прошло Больше полтора месяца Уже Должен был прийти Буквально за две недели Приходят штрафы Я там еще работал Блин Где-то Полтора месяца Хотя Кому-то там приходил Эти штрафы Там типа Знак 60 Там как-то Непонятно С этими знаками Блин Вроде Как бы Ты едешь Это не автобан Значит 60-65 Я ехал Где-то примерно 70 даже не было И щелкает Ну может быть Не меня Щелкает Может кто-то Другого Щелкает Не забываем Что В националках В Германии Блин 60 километров А то там Один чудак Блин Выставил На показ Свою Блин Не знаю Как сказать Необразованность Типа Едет в Германии По националке Перед ним Машина едет Полицейская Там говорит О, снимают Меня Блин Не дают Объехать А я говорит Еду по правилам Там 80 Дурик Блин Я даже Выставлял его Там группе На фейсбуке И Национал Там 60 За городом 80 Это мы едем 65 80 У Франции У Франции Такого нет 90 По всем Как в Голландии Ну На 80 Да И Дороги 50 А в Германии Да Там 60 Нет А в Голландии А в Голландии А в Голландии Поднялся Но как-то Быстро Опустился Причем у меня сейчас стоит Произник 84 И с горы 89 Он так и ведет На 1 км Снизу Замаму интересно взглянуть Что там за место Выпуски Потому что Во Франции Может все ожидать Хотя Снизи нет То это может быть Я не знаю Что-то Химия Мешки Кита Все-таки Может быть Более-менее Зона такая Скажем Нам очень Может магазин Разные случаи у меня бывают Блин А Фиксик Я работал Привез нам Резиновые коврики На фирму Блин Боком Меня Слева Боком Угружали Конечно Там Нехило Так Блин Загружали Загружены Были Это Все Они Сняли Палет С этими Ковриками Под ним Тяжелым Блин Когда Начал Ставить Палет Сломался И Коврик Покатился Резиновый Покатился Он На машину Блин И помял Бог Машины Конечно Она так Припаркована Была Возле Склада Но Все равно Блин Не Успел Если Хотя Бо Знать Можно Было Подложить Там Уголок Или Что-то Не Успел Ни Грузчик Ни Я Женщина Была Потом Вытянули А там Они Пускай Разбираются Я сразу Сообщил На фирму Что Такая Фигня Но Я тут Ни Причем Даже Не С Трейлера Упал Груз Уже С Автопогрузчика Даже Более Уже Почти С земли Он Он Снял Отъехал Развернулся Поехал Как-то Так Как-то Я даже Не понял Как так Получилось А Он Ставил Палет Да Он Ставил Палет На землю И он Рухнул Палет Ладно Ребятишки 340 Км До точки Гоним Дальше Ситуация Ребята Такая Интересная Я Еду По А28 Навигатор И все Верно Покажу Блин Значивайся 3,5 Тон Нельзя По 28 Ехать Один Знак Стоял Второй Знак Стоял Блин Перед Съездами Ладно Думаю Там Паркинг И стану На Паркинг Подожду Посмотрю Пойдут Фуры Не пойдут Фуры Передо мной Вот стояла Литовица Блин Ребята 20 минут Ни одна Фура Не прошла По Путам Направлении Встречные Идут Думаю 45 минут Подожду И поеду Насколько Стран Там Передо мной Литовиц Стартанул Видно В паузе Стоял Ну я решил За ним Пока еду Посмотрим Что там По сути Блин Там Туннель Только Впереди Какой-то И через Городок Проезжать Запреты Блин Ну ладно Будем ехать За Пало Может Очередная Типа Такая Вариант Что Где я встречал В Голландии Встречал Тоже Во Франции Встречал Сейчас бы На какой-нибудь Перекресток Типа Ограничение По массе Заехать Будет Еще Знак Стоит Или Куда-то Уходить Вправо Слева Руан Оставляет Встречал Ну пока Едем Вот так Аккуратно За Дюйтовских парнями Ну что Ну что Нарисовано Блин Опасные Грузы Нельзя До этого Было Три с половиной Тонны Блин Здесь опасно Ни опасного нет Значит Нужно ехать Сюда Надо выехать На перекресток Где я типа Заехал Нельзя 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 Опасные Грузы Класс Класса Е Там Какой-то Знак Светится Куда Литовицы Приехать Прямо Поехать Буду ходить На На Ронс Точно Сношения Пройдет Горячий Ронс Тут Три с полной Тонны Что там Написано Еще Под ними Ну Нельзя Нельзя Ворс Нельзя 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 Типа Блин Не Точно Не запрещено Они Ладно Пойдем Пойдем Как парень Пошел Куда нам деваться Будем Надеяться На удачу Ребят Пошли Подупреждения Еще Проезд Подупрежден Зона Зона Продолжен Зона Продолжен Продолжен Надо было Поверху Идти Польский L40 Тебли Готовы На S4 Почему S4 Там S4 Там S4 А вот уже еще одна фура появилась По-французски По-французски Как-то Блин Не совсем хорошо Я понимаю Потому что по-английски 50 Здесь половина Наверное будем объезжать Этот участок Я так думаю Не надо туда лезть Направо пошел Один Мы пойдем Только направо Потому что Блин Ну его нафиг А меня ведет Блин Чипа Поэт Все фигни Не Ребен Так не пойдет Поэт Четвертый Так Фитофор Что Или С4 С2 Ну я бы так и поехал Я бы не пошел бы туда В тот город Ну его нафиг Едем за ними А нафиг А нафигатор так не показывает Как-то мы по С4 Наверное по объездной пойдем Обратно что ли будем возвращаться И там поедем Ну да И там будем уходить Где-то Короче надо Блин Походу Не возвращаться И идти там Поверх Это я так вот Предчувствую Сейчас право Уходить Что там тут заплутаем немного с обратным потом что интересно да ладно потом расскажу короче блин пойду я в объезды руан слева оставлять потому что это блин ненормально это фигня этот литович ушел влево но я знаю что опять вернется в руана там блин ехать опять на те же грабли наступит надеюсь что я тут пройду мы пойдем немножко другим кучу потому что там он пойдет на руан надеюсь здесь будет нормально он кстати увидел что я иду прямо уже полез в навигатор полина че там дорогу перекрыли блин и главное все показывает что нету там никаких запретов а стоят знаки по факту зашибись да чтоб здесь знаков не было дальше налево мне предлагает повернуть нет мы пойдем прямо с кольца уже пойдем налево ой направо только сайджик ведет так так же как я поставил точку объезда на втором навигаторе зашипись блин машин дал навигатор навигатор надо самому конечно блин контролировать что я и начал делать потому что я вижу знаки блин я уже приехал надо было там сразу уходить на на пина втором уже повороте направо с трассы что поделать не я один такой сейчас будем закарабкиваться налево нельзя тут грузы туда не надо нам правее к знаков нету блин главное чтобы улицы были нормальные не заставлены ну что там после парижские выставки я выбирался по узкости горы пойдем а чё нам гибко банан время есть 320 засада засада маршрут неправильный теперь левый правильно заговорил все правильно заговорили даже стационар а я поняли 28 надо было наверно просто развернуться выйти на опять на эту трассу 28 и там идти на авиаду так было бы правильнее но самое главное что я вовремя блин чих че как почуял неладное что там дальше через город но его нафиг пошел бы там через город и что могло произойти потом нет ограничения не почему кроме вес так сказать то есть ни арок ни этих самых заехал бы в старый город в старую Ригу типа сейчас мы просто объедем все это дело слева будем оставлять слева будем оставлять а парень пошел через город наверно так скажу посмотрим может я его встречу может он меня догонит через все светофоры через все улицы ну ладно там если там простые повороты а если блин у-образные в обратную сторону то есть л-образные вот это тогда засада ну хотя во французских городках очень часто встречаются кольцевые развязки вот на Руэн с кольца да здесь мы обойдем немножко по-другому это дело проехали а а а а а на Специально эту точку ставил под Руаном, чтобы проехать. Дивигатор довел меня изначально туда, но не тут-то было, тут засада. Субтитры делал DimaTorzok Магар где-нибудь здесь вылезет, хотя фиг его знает. А, этот бюджет разворачивает туда, на Руан, а нам не туда, а нам сейчас справа. Будем уходить. И показываю, что там получается такая фигня. Гавр. 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 дорожки сторону края на а потом будет а 85 наверно мы перейдем в нее время у меня осталось два часа меньше двух часов 1 45 до точки 250 до 100 километров я еще проеду чуть больше останется меньше чем 50 к сожалению время потерял 40 километров короче получилось у меня кружок туда-обратно с выездом на 29 я так посчитал что было 780 меня . с утра а превратилось это 820 так что по 28 дороге нормально едьте не стоит она сразу хоть на 29 и поверху 2 но он у нас там что там у нас ла-манш перейти зубы я понимаю или северное море нет ла-манш порт-гавр тут наверно много всяких ребятишек хотя на гавре еще это было написано километров это холодно становится блин контишка включилась нажал на кнопочку о какие шпили это это какой-то лиман там да там что-то уже такое водяное большое в обережье в обережье если не ошибаюсь идем потом и на каен 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 река а с какой стороны у нас блин море не вижу наверное справа мост кстати разводной я спускался с горы было видно залив какой-то чем мы посмотрим по обзору маршрута можем поделить да это лам нет погодите да это ла-манш это даже а ну уже мы левее западнее Дувра Мадекале самое узкое место ла-манш это реально чистый ла-манш у нас справа кто не знает пролив между Англией и Францией ну я думаю знают все многие по крайней мере сейчас географию все любят у нас сейчас сначала были знатоки вдруг стали все вирусологами потом политиканами и географами знают где что чья территория и т.д. и т.п. о блин там что-то по какой мост а сейчас мы по какому мосту поедем ребята я кстати здесь ни разу не ездил по этому мосту о блин сейчас хорошо вовремя камеру включил смотрите там даже получается два моста надеюсь они бесплатные а то у меня делик нету платить за них надеюсь ветра сильного не будет блин он красивый но горбатый он норманде блин 90 можно гранд канал дегавра большой канал гавра и опрос это ничего себе там такой подъем ребята блин красота блин даже красивее чем этот через зондовский мост блин али зондовский ну там впереди еще блин офигеть я здесь даже никогда не был и куда в море работал не проходил здесь как я надеюсь я поднимусь на эту горбатую гору а ну да здесь не мост платный здесь дорога платная хотя если бы я там шел а как я потом возвращаться буду там другой мост есть возле Руана или там тоннель нет там тоннель полторы тысячи километров но метров о поехали дальше вниз красотища и сразу мы так на скорость уезжаем ворота блин не оплачивая да как тот румын ой подвезло то как то фартило нам ехать и еще днем не ночью дети на мопедах катаются пять с половиной высота разрешена пять с половиной высота разрешена не знаю нарисована буква т тикет а здесь тоже кстати паркинг есть да наверное тут было бы интересно постоять погулять по полям хотя тут особо ничего и нету с левой стороны только паркинг резервы резервы ой я уже блин две они вот французов у них так некоторые нормально открываются вторые блин задержки и уже думаешь ну все вот приехал надо обратно выезжать ну вот поем на второй мост ребята пока еще блин светло набираем скорость забраться типа тоже вантового такого скамеечки вдоль канала тут наверно летом хорошо стоять можно прогуляться тут по мосту наверно вряд ли можно гулять если только под мостом там есть дорожка а вот нарисована пешеходная смотрите можно пешеходам идти можно а вот по лизунговскому нельзя будут очень аккуратно очень даже велосипедистам можно что-то как-то мелкая река сплошной песок вон где блин расход увеличивается 24 тонны да красиво согласитесь а вот это канала это типа песчаные отмели я так понимаю это песок и вода которая намывается если там а волна какая-нибудь поднимается да вон справа Ла-Манш проезжаем ну блин честно говоря сколько раз проходил Гавар но вот здесь не был ни разу заходил сюда а здесь сюда ходят вот временные причалы стоят ждут наверное разрешение на канал на проход если очередь там вообще причал или отстой здесь они делают так классика классика да сразу улетел расход 31 и 1 стал департамент Кальвадос департамент Кальвадос знакомое слово кто любит Кальвадос коньяк по-моему да Кальвадос о слушай красивые места я вам скажу так вот летом наверное когда все здесь цветет вообще блин как на картине как из картинки ох проезжаем дико странно как-то две платежки про дня почему две непонятно типа можно было на мост не ехать Ла-Ман Ла-Манш о что здесь такое барчики да во Франции я говорю есть что посмотреть если едешь вот через такие всякие поселки это что такое крепость какая-то или что это сделано здесь дерево торговый центр такой что ли из палетов тут что-то сделано или делают да из палетов построены какие-то склады ну какой-то торговый центр такой интересный еще рождественские огоньки из католического Рождества да видос сегодня наверное будет длинный наверное придется тоже выделить еще виаду какой-то сан-салэ а это вот сейчас мы по нему поезжаем домики крошечные да ну к сожалению нам дальше ехать надо здесь мы не постоим двадцать четверку ну в принципе у меня на двадцать зерку запланировано с видео поработать оплатить всякие счета что-то я еще хотел сделать на двадцать четверки помимо бытовых а надо машину продуть да вот что вот что я хотел я последний раз продувал ну сильно продувал продуть в Испании помните там когда паркохозяйственный день устроился на сорокопятке вовремя было сорокопятку отстоял поехал в понедельник и потом еще отстоял почти сорокопятку офигеть блин за шесть дней блин только один день работал и то полдня так ну ладно едем дальше может вдруг еще что-нибудь будет интересно остается друзья мои час пятнадцать вождение ну есть еще возможность взять музыкальную паузу довести до 1.37 вероятность вождения для этого надо 30 минут постоять по рабочему времени вопросов нет вообще никаких проблем сейчас через три километра будет паркинг с заправкой и там высветятся мои запланированные паркинги примерно потому что я смогу даже если я не делаю эту паузу тридцатку в восемьдесят пять километров я могу проехать на паркинг и там даже сделать тридцатку но блин не хочу делать тридцатку потому что блин темно будет очень лампочку выключить полностью в небе блин подумаю сейчас высветится сколько еще паркинга впереди потом через десять километров еще один ну это заправка я думаю это не паркинг это заправка где-нибудь в городке вот хотел сказать ты ошибся я сказал там восемьдесят пятая дорога после двадцать девятой нет после двадцать девятой мы перешли главное на тринадцатую приближаемся к Каину 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 городку потом перейдем на восемьдесят четвертую тогда уже по ней будем двигаться до 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 выгрузки либо до моего места отдыха вот восемьсот метров вот эссовская заправка со всеми делами парксмон нарисован парксмон должен быть там сейчас посмотрим что там с машинами от этого зависеть, будет ехать где там на паркинг, который на заправке там, либо вот через 47 километров паркинг, когда мне останется проехать 130 километров. Что здесь такое? Ипподром, что ли? Или картинги? Формула, что ли? Что такое? Ну вот, проезжаем паркинг, плейс. Да уж, да уж. Слева занято, но есть там просветы, наверное, которые оставили ребята, уезжающие в субботу, да? Нет, с правой стороны ребята, все очень, очень, очень тоскливо, блин. Но это и есть вот эти паркинг, которые находятся возле заправок, то есть там магазин, все дела, буфет, да? Вот через 75, Шеловская, с паркингом. Ну, я так чувствую, что я и оставлю на потом. Все-таки я пойду на 45-ти километров паркинга, потому что, я думаю, там не будет места. Просто потому что не будет места на Шеловской. К сожалению. Шейербург. Здесь, кстати, я катался уже там вот в районе Шейербурга, и Руан я мимо проходил, но только я по этому мосту не ехал. Я, наверное, на его стороне оставлял Руан всегда. Я под ним ехал, но не в том месте. Хотя, может быть, я и в том месте ехал, где закрыли движуху, потому что все навигаторы, все полностью навигаторы вели меня там. Странно как-то. Вот там чуть-чуть написано с ремонтными работами, как я понял. Какая-то замануха. Ну, я по-французски не особо силен. Знаю только, блин, Месье, Д'Артаньян, Пардон. Вот. Ну, там что-то писалось, что там либо в туннеле, либо в туннеле. Блин, не знаю. Короче, хорошо, что я не поехал. Ну, его нафиг, проверять это дело. Ну, это, наверное, мы в Каене это понимаем. В Каене, в Каене, как правильно. И вот едем на Шербург. В сторону Шербурга. Там я уже был. Куда даже я в Шербург на сюда ходил, на паромах. Из Рослары. Это Ирландия. Не Северная Ирландия, а Реальная Ирландия. 4,15. Чего вот так, блин? Не 4,20. Не 4, а 4,15. Да, 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 да. Ну, а эта заправка, это... Я думаю, что просто заправка. Без паркинга. Она, наверное, где-то вот здесь, в этом городке. Я так думаю, что это Каене. Каин, Каене. Да, это Каене. Где дороги одна выше, чуть-чуть правее, другая вот эта. А он сам находится, наверное, вот здесь, между нами, с правой стороны. Чего-то такая усталость уже чувствуется сегодня, блин. Эти дни как-то очень напряженно ехали. 3,5 тонны опять что-то показывают. Что 3,5 тонны? Не надо мне сейчас говорить, что здесь сайджик показывают. Не было знака 3,5 тонны. Я не видел. Никто не видел. Да его реально не было. Вот здесь что-то написано. А, на правой 3,5 тонны запрещен. Воров. Сальер. Профессор Сальер, по-моему, был. Какой вот там. Как его. В книжке, да? Или городок Сальер это был. Не, городок, может, Сальер был. Кот да Винчи. Кстати, хотелось бы посмотреть куда Винчи еще разу. И все это там в трилогию. Достаточно интересное. Ладно. Темно уже. А, ну сейчас проедем посмотрим этот паркинг. Типа паркинг-заправка в городе. Ну, я думаю, это там. А, вон, икея светится. Это, как это сказать вам. Это голый номер. Такого паркинга возле в городе. Тем более на 24-ку, на 45-ку. Ну, хотя на 45-ку, может, люди боятся становиться. Но в Франции это наказуемо достаточно. Частенько проверяют. 24-ку пофиг. Ну, вот. Ну, что, где тут километр еще? О, блин. Что здесь такое? Куда это 3,5? А, направо нельзя, да. Вот, да. Направо. Я уже думал, опять сейчас начнется. Я уже тогда, блин. У меня и времени нету заниматься этой фигней. Прочувствовал, что мост, почувствовал, что надо останавливаться. 350 метров. Где 350 метров? 240. Все, нету. Блин, проехали где-то, где-то там, за горой. Ну, вот, ребята, показывают. 38, 68, 93. И все. Это то, что я могу успеть по времени. Если я встану на паузу, 93, следующая 109. Если я где-нибудь сейчас встану на паузочку, то у меня получится 1,25, по-моему, да? Сейчас скажу. 1,27. 1,27 по максимуму, минуту в минуту можно проехать. Ну, сколько? Ну, 100. 115, наверное, километров. 120. Так что надо сейчас думать и решать. На 37-ю, короче, мы будем заезжать на все паркинги подряд, которые сейчас будут. 91-й, это, кстати, паркинг или он заправный? 91-й километр. Не, просто заправка через, там, 17 лет. То есть это как бы мы оставим на запас, если 37-я. То есть этот CFA, как называется, обслуживание, сервис, туалет, это нормально. А если просто лесной паркинг? Блин. Не хочется ими там стоять. Реально. Без удобств. Видео, блин, еду и думаю, залил видео, которое без видеорегистратора. Вначале я сижу в кабине, а потом я, блин, в туалете рассказываю про прольский туалет. На этом, блин, меня не поняли. Вы уже будете смотреть, наверное, не поймут, что как по туалетам лазят. А, в принципе, хорошо бы снять цикл про туалеты европейские. Вот как-то, блин, надо будет подумать над этим. Где какие туалеты отличаются, блин, условия. Я мнением и такое, вот в Польше платные дороги, блин, и человеческие туалеты на этих дорогах, реально. Хотя и на других дорогах в Польше вообще более-менее туалет. То есть, условия созданы для водителей. Поэтому я так и захотел снять и автомат, блин, для сигарет, кофе, блин, потанцуем прямо вот сюда. Блин, вообще супер-фупер. Реально. Говорил там немцам, с их этой педантностью совсем, надо, блин, учиться у поляков. Ну, хотя это, может быть, не немцам, которые строят, а немцам, как бы, тем, кто ездит по германским дорогам, так скажем. Ну, все равно они по-другому выглядят. Они не выглядят лучше, чем польские однозначно. Даже сделаны, блин, в стиле какого-то там, я не знаю, в лаконическом. Нефиг музыку слушать. Вот. Ну, ладно. Едем, потом расскажу, где и как я остановился. По-любому 165 километров. Даже если 134, то я план выполнил. Я планировал не больше 150 остатков, чтобы было. Но если бы не этот крюк, конечно, было бы меньше сотни. А так будет 165-130. 130. 130 это километров. А было бы 90. Ну, что ж поделать. 40 километров получилось я. Больше проехал, чем планировал с утра. Не планировал, а было, короче, 780, а с крюком оказалось 820 до точки. Кстати, точку я нашел. Она там, блин, буквально в нескольких метрах. Там, получается, угол улицы, которую я изначально поставил. И того места, где мы будем выгружаться. Ну, я так понимаю. Ну, это уже другая история. Тоже расскажу в понедельник об этом. Ну, а сейчас мы едем, ребят, уже в голове поиски. Поиски партинга на 24. Через 33 километра мы заезжаем. Там посмотрим по ходу. Если там нету условий, мы стоим. 30-ти минутную паузу и гоним дальше. Паузу и гоним дальше. Паузу и гоним дальше. Паузу и гоним дальше. Так, ребята, доброе утро. Решил я вчера в темноте не заканчивать за видео, а закончить его сегодня. с утра показать, на какой стояночке я стою. Вот, что еще? Короче, ехал я, как говорил, заехал на одну стоянку. Кстати, там туалет был. Такая стоянка вроде как бы ничего. Единственное, что я бы так подумал, еще можно, если полчаса отстаю. Я не знаю, как слышно, я не будет, не слышно, потому что там ветер. Поэтому я поставил вроде фильтр. Я думал так, что отстаю полчаса и за это время подумаю. То есть как бы у меня получилось 53 минут, я еще могу ехать. И следующий паркинг был там через 26 километров, а потом еще через там... Ну, то есть не через... Короче, один был 26 километров, а другой был там в районе 50... Нет, не 50, 30 там, 6 километров. Вот. Ну, тот был нормальный, там был и туалет, более-менее приличный. Он был такой темный, и главное то, что я чувствовал, что я могу еще проехать. Ну, и решил я, короче, расстоять 30 минут и заехать на следующий паркинг и на следующий. Тот, который был ближе, как оказалось, там заправка шеловская. Мог туда не заезжать, места там не было, он был полный. И поехал я на этот паркинг, вот. Кстати, почему-то куча ламп, но свет ночью не горит. Ну, тот был он более-менее свободный, я встал. Вот. И, ну, короче, как бы... Что он там лазит-то? Короче, я встал, А потом за мной встал. Рядом машина, еще одна машина, еще одна машина, сзади встала машина. То есть, как бы наполнился паркинг. Вот. И сейчас он как бы почти полный. Но есть тут места, можно встать там. Вот. Почитал, что вот там вот, видите, контейнер, там типа фастфуд. Фастфуд иногда продают последний комментарий три месяца назад, но как-то, наверное, уже закрыто. Вот. Интересно, вот такой этот туалет. И напротив, через мостик, еще один такой же паркинг, как я понимаю. Ну-ка, пройдемся по мостику, посмотрим, что и как. В итоге я вчера, кстати, отработал за рулем 9.48. И проехал 741 километр. Мне осталось буквально 78 километров. То есть, ну, час-полтора в дороге. Вот. Вот мостик на другую сторону. Интересно всегда мне проходить по мостику и смотреть. Ну, сейчас, наверное, фуры не едут у нас. Только эти. Скоропорт, наверное. Потому что по Франции, в принципе, запрещено сегодня ехать. Как и по Германии, как и по многим странам. Есть, конечно, исключения, где по барабану. Ездят и в воскресенье в Скандинавию, Латвию, Литва, Польшу. Вот оттуда я ехал. И там заехал вправо. А выезд, наверное, будет в обратном направлении. Вот здесь. Там, где кирпич на весах. Ганна в комментариях прочитал, что есть фастфуд, что очень кого-то удивило такое в контейнере. Правда, я не понял, на каком он, про какой он паркинг говорил. Тут на обоих есть, типа, эти контейнера. Но что-то как-то я и здесь не вижу никакого контейнера. Я бы какой-нибудь гамбургер купил. Ага, есть вон контейнер, но он закрыт. Я уже вижу, да, нарисован. Гамбургер вдалеке, но закрыт, я так понимаю. Они работают только либо летом, наверное, либо из-за пандемии, из-за этой, позакрывались. Но здесь как-то более культурно. И машин, правда, коллег нету, ни одной машины нету. Хотя, вон, места есть. Ну да. Вот даже написано. Гамбургеры, байсон, все дела, но ничего этого нет. Ой, ветер сильный. Там где-то вот поселок есть. Даже можно если прогуляться, там, по-моему, два километра до какой-то булочной. Но я два километра до булочной, я уже с такими столкнулся путями. Можно стартануть, потом эти два километра оказываются, блин, пять километров, четыре километра. Ну, с продуктами-то у меня нет сейчас напряженки. Все есть. Ну что, пока говорил-говорил на камеру, заметил, что батарейка села. Что-то у меня с батарейками, уже надо новые заказывать. Быстро садятся. Потому что у меня одна оригинальная батарейка, остальные только три или четыре неоригинальных. Ну ладно. Надо закончить видео. Так я там говорил про условия. Да, поляки создают на платных дорогах нормальные условия человеческие для водителей. Неважно, для каких водителей. Потому что там едут и легковые машины, и грузовые машины, и разные машины. И туристические автобусы едут. Но сам факт. Говорю, как есть. То есть заботятся. В отличие от некоторых других странах, когда это как-то все, да, убирает, убирает. Но условия, конечно, ужасные. Вот. Что еще хотел сказать? В принципе, все в порядке. Все в порядке. У меня завтра стартану. Где-то часиков. Не знаю. По Риге. Ну, давайте так. По местному времени. Если у меня 8 часов открывается, можно стартануть где-то пол седьмого. По местному. Это по Риге пол восьмого. Спокойно доеду. 78 километров. Это ерунда. Это меньше. Ну, где-то час, да, полтора, как я говорил. Заеду. Посмотрю, что и как. Ну, и разгружусь. Завтра, наверное, буду уже знать, куда и как ехать. Хотя, может быть, даже и сегодня буду знать. Вот. Ну, что еще хочу сказать? В принципе, все в порядке. Не понимаю, конечно, некоторых коллег. Но нет у меня желания общаться. Че, блин, настырно, настырно лезть? Блин. Ну, у меня другие интересы. У вас другие интересы. Не надо к человеку приставать. Один раз пристал, но видишь, что не идет на контакт. Сказал вежливо, да, все в порядке, блин. Извини, имя тут дела. Ну, там закончишь дела, подходи. Что мне подходить? У меня свои. Ну, не знаю, не знаю. Можете обижаться, но я уже стал давно, блин, интровертом. Мне комфортнее, когда я один или там со своими близкими. А новые знакомства мне как-то... Ну, можно поговорить минут 5, 10, 15. Но не целый день сидеть, перемывать там кому-то кости. Так что, ну, ладно, это так, немножко отвлекусь. Ну, а вообще все в порядке, ребята. Настырное хорошее, правда, не такая уж хорошая погода. Сейчас как раз себе что-нибудь сделаю покушать. Обед. Позвоню жене, поболтаю. Ну, и сейчас вот видео сохраняется. Потом еще одно будет сохраняться, потом еще будет два сохраняться. Короче, есть. Надо уже покупать опять интернет. 150 гигабайтов заказывать. Ну, в принципе, все в порядке, ребята. На этом буду заканчивать. Как обычно, берегите себя, своих родных и близких. И все будет чики-пуки. Привет из Франции. И пока. Пока.